Повышать пенсионный возраст, увеличивать налоги или хотя бы отказаться от трехчасовой сиесте, чтобы хоть как-то поправить экономику Испании. К чему такие жертвы удивляются местные чиновники? Трудолюбием испанцы никогда не отличались, так для чего же их мучить? А вот зато гостеприимством, теплым солнцем и хорошими винами страна известна на весь мир и именно этим привлекает ежегодно миллионы туристов. За счет них им нужно латать дыры в бюджете, решили власти. А чтобы немного ускорить процесс выздоровления национальной экономики, правительство Королевства начало разрабатывать стратегический план. Наш план предполагает участие всех туроператоров и всех регионов страны. Мы будем развивать и улучшать наш туристический сектор с учетом всех заинтересованных групп. Мы начинаем активные промо-компании в развивающихся странах, таких как Россия и Китай, где быстро растет благосостояние граждан. Это значит, что в ближайшем будущем туроператоры Испании могут существенно снизить цены на свои услуги. Режим наибольшего благоприятствования, скорее всего, будет действовать для тех, кто собирается посетить столицу Королевства Мадрид. Многие эксперты уверены, что продвижение этого направления – беспроигрышный вариант привлечь к дополнительной потоке туристов. Местные операторы будут предлагать туристам более выгодные для них условия, особенно если они собираются в Мадрид. А вот, например, каталонцам привлекать иностранцев с помощью скидок и бонусов не обязательно от туристов. Желающих позагорать на берегу Средиземного моря здесь и так отбоя нет. Власти Барселоны не только не борются за зарубежных гостей, но даже хотят ввести для них дополнительный налог на проживание в гостинице. Чтобы финансировать улучшение туристической инфраструктуры, нужны деньги, и их надо где-то брать. Налог поможет нам развивать эту инфраструктуру. Надежды испанского правительства на рост туристических доходов вполне оправданы. За прошедший, кстати, кризисный 2011 год на территории Королевства побывало порядка 57 миллионов иностранных гостей. Это на 8% больше, чем в экономически благополучном 2010-м. Но если еще недавно официально промо-лозунг, рекламирующий страну как туристическое направление, звучал как «Мне нужна Испания», то теперь пришла пора его переиначить. Сегодня вы, туристы, нужны Испании. Продолжение следует...